Итак, в каждый момент времени в нашем организме существует 10 миллионов мутированных опухолеродных клеток. И это не сбежает гизян. Причем это касается всех метропитающих. Каждый из этих мутированных клеток способен дать начало опухоли. И не надо думать, что это плохо. Совсем нет. Это тот механизм, который совершенствует все живое. Мутация – это именно тот, что позволил в ходе эволюции максимально приспосабливаться к представителям животного и растительного мира в условиях обитания. Мутация – это механизм адаптации к окружающей среде. Механизм совершенствования биологического мира. Но несмотря на то, что мутации бывают полезные, количество полезных мутаций как одна на миллион вред. Таким образом, величина полезных мутаций настолько мала, что в дальнейшем к нашим расчетам можно будет к ним речь и считать, что все мутированные клетки являются вредными, то есть опухолеродными. 10 миллионов мутированных клеток существует в организме любого человека всегда. Но под воздействием к консераментным факторам их количество увеличивается в 10 раз и достигает в 100 миллионов клеток. Это может противопоставить наш организм этим десяткам, сотням миллионов клеток, существующих каждую секунду у нас в организме. Казалось бы, сеть клеток не должна уничтожить иммунная система, как чужеродная. Но есть два обстоятельства, почему это не можно сделать просто в личности. Первый. Опыт показали, что для того, чтобы купить одноидественную клетку мышиного лейкоза, требуется не менее 200-400 Т-лимфоцингов. Но в крови человека не может быть одновременно более 1 или 3 на 10 в шестой степени Т-лимфоцингов. Этого количества явно недостаточно. Следующий вариант иммунной системы – это макрофаги, которые выжирают опухолевые клетки и погибают сами. Но количество макрофагов в крови не превышает 0,8,2,7 на 10 в шестой степени. Из этих данных мы видим, что количество иммунных клеток катастрофически недостаточно. Их недостаточно, даже если мы их положим, то никаких других возникновых клеток в крови нет. Их тем более недостаточно в том случае, если действуют внешние канцерогенные факторы, и количество мутирующих клеток зарастает в 10 раз. Второе. Все эти подсчеты можно было бы и не проводить, так как известно, что клетки опухоли долгое время не имеют контакта с кровью, а следовательно, защитные от иммунной системы в длинное время вообще не имеют контакта с миллионами опухолевых клеток. Вывод из всего очень простой. Иммунная система не имеет никакого отношения к противораковой защите. В организме за многие тысячелетия сформировался другой способ защиты от травмных клеток, способ к которому иммунная система не имеет никакого отношения. Какой же этот способ? Этот способ, который действует без участия крови в длинной системе, это способ естественного отбора на клеточном уровне. Ни одна клетка в организме не может существовать без усвоения необходимых питательных веществ. Но клетки могут по-разному усваивать весь питательные вещества. И в ходе естественного отбора побеждают те клетки, которые более эффективно используют питательные вещества, то есть получают больше энергии от одного и того же количества питательных веществ. Питательные вещества – это прежде всего холестерин и глюкоза. Холестерин нужен для построения клеток и их мембран. Без холестерина клетка не может делиться. У нее не будет классического материала на построение оболочек от черных клеток. Клеткам нужна глюкоза для отлучения энергии. Но тут и скрывается большая разница рака и отлучных клеток. Распах углеводов в клетке происходит двумя путями. Аэробным – при недостаточном исключении клеток кислорода и анаэробным – при его недостатке. Аэробные процессы могут быть прямым и непрямым путем. Из кислорода, из одной молекулы глюкозы, синтезируются всего две молекулы АТФ – источника энергии. В части кислорода из одной молекулы глюкозы синтезируется в 19 раз больше молекул АТФ. При непрямом аэробном процессе – 38 молекул АТФ. При прямом аэробном процессе – 36 молекул АТФ. Раковая клетка, изначально лишенная доступа к крови, а значит и доступ к кислорода, находится в невыгодных условиях. Чтобы выжить, мутированная клетка должна потреблять в 19 раз больше глюкозы, чем обычная клетка.